Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой и главный рабочий скрипт для кликер-симулятор. Для этого нам как всегда потребуется чит. Буду использовать сплэш. Также ссылочка на него будет как всегда в описании. Первым делом скачиваем естественно чит, открываем его и далее нажимаем на кнопочку inject. И ждем когда произойдет inject. Также иногда вот такое бывает. Как видите, я вот жду буквально уже секунд 15 и у меня вот это окошко с inject не пропадает. Что делать в этом случае? Смотрите, на нижней панели вашего компьютера наводитесь на иконку роблокса и через крестик вот это окошко закрываете. Далее нажимаем еще раз inject и со второго раза всегда получается inject. Все, отлично. Как видите, сработало. Далее вставляем скрипт и нажимаем кнопочку excute. Так, все, вот он появился. Так, ну в принципе давайте начнем с автокликов, я думаю. В принципе, ну самая стандартная функция, как видите, работает. Конечно, немного некорректно она работает, то есть неправильно, потому что кликает довольно быстро и иногда клики не засчитываются. То есть, как можете заметить, допустим, вот пишет 2,5 миллиона, а в итоге возвращает на 2 миллиона 400 тысяч. Так, ладно, тогда эту функцию пока выключим, но самое главное то, что она хотя бы засчитывает. Потому что я другие скрипты, короче, проверял, там почему-то во многих автоклики вообще не работали. Не знаю почему, либо криво написано, либо еще что-то, короче, не знаю, ладно. А также кнопочка автоклим гифтс, клайм гифтс, давайте посмотрим, значит, награды доступны мне какие-то или нет. Или это не те награды? Ну давайте проверим, не знаю, работает вообще или нет. Ну, вроде ничего не собралось. Так, еще раз. Да, ничего не собралось. То есть, это вообще ачивки. А мне нужно, получается, подарки какие-то. Не знаю, кстати, где они находятся. Ну ладно, в принципе, кто играет, я думаю, тот поймет. Так, ладно, идем дальше. Автоколлект чест. Не знаю, получится собрать у меня или нет. Ну, кстати, получилось. Вот что-то мне дали, по-моему, клики. А, гемы мне дали. Отлично. И то дали, скорее всего, только за первую локацию, за сундук. Потому что она только у меня открыта. Если на следующих локациях тоже сундуки есть, то, скорее всего, они у вас тоже соберутся. Дальше автоспин фри дейли. То есть, ежедневный бесплатный спин. Не знаю, получится сделать или нет. Если не ошибаюсь, он находится на каком-то из островов. Но, как видите, у меня ничего не происходит. Так, еще раз посмотрим. Да, почему-то ничего не происходит. Но, скорее всего, то, что нужно сначала тот остров открыть, и после этого только заработает. Идем дальше. Автоджамп. То есть, автобайджамп. Это, получается, автоматическая покупка брошка. Сколько следующий стоит? 12 миллионов. Ну, у меня, кстати, не хватает. Но, я думаю, функция работает, в принципе. Также автобайреберст. Реберстпэтс. Не знаю, что это за функция. Типа, можно делать реберстпэту. А, или это написано про объединение его. Ну, здесь непонятно. А, все, понял. Тупанул. Короче, вот, реберстпэтс. Реберстшоп есть. И здесь, скорее всего, покупается питомец. Давайте проверим. Не знаю, сработает это или нет. Нет, почему-то не работает. А, нет, сработало. Вот у меня оставался один питомец, который я мог купить. И вот он купился. Все. Все, сработало. Просто сразу. Не показалось, вроде бы. Так, одеваем самых лучших. И идем дальше. Автобайреберст баттон. То есть, как я понимаю, это вот эта вот панелька. И, по идее, здесь либо 10, либо 5, либо 1 реберст должен покупаться. Так, давайте посмотрим. А, нет, кстати, добавилось, получается, плюс 50 реберстов. Это, получается, функция добавляет дополнительное количество реберстов на покупку за клики, получается. Только не знаю, что мне потратилось. Потратились, кстати, по-моему, гемы. Да, гемы потратились. Ну, ладно. Вот, в принципе, с этим тоже разобрались. И идем к самому сочному. Самому главному. Это гемпассы. Они бесплатные. И они работают. То есть, вам не придется тратить никакие робуксы. Давайте вам продемонстрируем. Вот здесь есть, допустим, быстрое открытие кликер. Нажимаем. Как видите, меня просят купить его за робуксы. Нажимаем. Первую функцию. Это Unlook Fast Auto Clicker. Нажали. И проверяем. Как видите, заработал. Абсолютно бесплатно. Робуксы я свои не тратил. И причем зарабатывается довольно хорошо. То есть, в минус не уходит. То есть, это более-менее выгоднее сделано, чем автоклики через, получается, сам скрипт. Вот. Идем дальше. Auto Unlook Rebirth. Rebirth. Это, получается, автоматический Rebirth. Значит, как видите, вот здесь у меня ничего нету. Но если у вас есть Game Pass, вот здесь у вас появится, короче, панелька, куда можно нажать на Auto Rebirth. Давайте я вам покажу. Все, отлично. Нажали на кнопочку. Как видите, она появилась. Вот. Здесь можете выбрать 50 Rebirth, допустим, чтобы это делалось автоматически. Включаем эту функцию. И смотрим, что будет происходить. Сколько там стоит? 2 миллиона 330 тысяч. Да, все отлично сделалось, как видите. Все работает. Также Auto Unlook Game Passes на Lucky. То есть, на удачу. Его тоже, в принципе, активируем. И Unlook Curtain Boosts. Не знаю, что это такое, тоже нажмем и заходим теперь в Shop, в пассы и смотрим то, что они у нас куплены. Но, сразу скажу то, что эти Game Passes, они выдаются именно только при игре. То есть, допустим, если вы их активировали один раз, играете, далее перезаходите, они у вас не останутся. То есть, они навсегда не выдаются. То есть, при каждом перезаходе в игру, в режим, вам нужно заново будет их вот через эту панельку активировать. Также, кстати, сверху эти Game Passes у меня тоже показываются. Прикольно. Так, можно телепортироваться, допустим, на остров какой-то. Давайте проверим. Как видите, работает. Отлично. Скорость. Скорость тоже работает. Прыжок. Сила прыжка. Тоже работает, как видите. Отлично. Идем дальше. Питомцы. Так, давайте сейчас на спаун вернусь. Так, начнем, получается, с автопокупки яйца. Здесь выбираем сингл. Далее. Ну, допустим, выберу Basic. Вот, нашел название. И включаем. Как видите, автопокупка пэтов работает. Я могу даже вот далеко отойти. Как видите, у меня все равно на большом расстоянии покупаются пэты с яйцем. Отлично. Давайте проверим, двойное открытие будет оно работать или нет. Так, двойное открытие не работает. Окей. А тройное? Тройное тоже не работает. Понятно. Короче, получается, двойное и тройное открытие работают только с помощью геймпассов, если у вас есть геймпасс. Так, далее. Тут у нас идет какое-то удаление питомцев. Допустим, вот у меня доги есть. Давайте включим. Так, что-то мне там пишет. Все. Да, автоудаление работает. То есть, здесь название выбирайте. Но почему-то здесь только доги написано. И все, почему-то больше ничего нету. Странно. Так. А здесь у нас что? Это вот пэт-лист. Тут дофига названий, если честно. И вообще не понимаю, что тут нужно выбирать. Короче, все-таки, наверное, лучше я вам советую удалять через саму панельку роблокса. То есть, через эту вот гуишку. Вот так вот делаете и удаляете. Так, мне кажется, будет намного легче и проще. И быстрее. Далее, вебхук. В принципе, ну, такое себе. Вкратце расскажу, кто не знает. Вебхук это, короче, такая фигня. Вы создаете сервер в дискорде свой личный. Туда добавляете бота. Там что-то, какой-то ID берете. Вставляете его сюда, в этот скрипт. И далее открываете, короче, яйца. Если вам падает редкий питомец, вам приходят уведомления на сервер. Ну, то есть, такое себе, если честно. Ну, не особо полезная штука. Ну, как по мне. И осталось, получается, самое последнее. Это у нас автокрафт. У меня как раз вроде бы хватает на шайни, да. А значит, что нам здесь нужно сделать? Здесь, как я понял, нужно выбрать название питомца. И это будет очень долго, скорее всего. Потому что тут название... Ой-ой. Короче, ладно, не буду затягивать. Давайте посмотрим, что там за другие функции. Так, здесь на что у нас? Выбор мификов каких-то. Так, а дальше что? Вот, шайни, допустим. Выбираем. И смотрим. Не знаю, получится или нет. Получилось. Значит, не обязательно название какое-то определённое выбирать. Просто, если у вас хватает на шайни эволюцию, то просто включаете эту функцию, и у вас сделается шайни питомец. Также это работает с золотым, с радужным и мифическим. Если у вас, конечно же, хватает. Вот. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой прикольный скрипт я сегодня для вас нашёл. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok